Коллеги, рядом со мной Наталья Грехова, представитель компании Перекресток и также спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Давайте поподробнее о сессии. Какие темы поднимались? Сегодня мы рассказывали о такой интересной теме, как машинное обучение для прогнозирования в ритейле. При этом поставили себе задачу рассказать не просто о том, что сделали, какие результаты получили, а показать непосредственно кишочки того, как это делалось, какую модель мы использовали, какие факторы влияют на прогноз и как это дальше влияет на бизнес-результаты. Интересно категорически все. Давайте, может быть, какой-то тезис на какое-то зерно. Машина обучения – это очень сложно, но, я так понимаю, это 21 век, мы к этому в любом случае идем. Куда уже пришли? Давайте расскажу. На самом деле, первый вопрос, который встает, это зачем вообще уходить в сложные мат-модели, ресурсоемкие, энергоемкие и так далее. При этом, если мы посмотрим с вами на западный рынок, мы увидим, что качество прогноза там на Западе порядка 60%, и с этим все живут счастливо и долго. В России этого мало. Почему? Ну, во-первых, потому что у нас огромные расстояния, поэтому плечи реагирования длиннее, поэтому качество прогноза играет большую роль как с точки зрения доступности продукта на полке, так и списанка и товарный запас. Это первое. А вторая история – это уже конкретно для супермаркета. Дело в том, что наш конкретный формат сфокусирован на категории фреш, это часть нашего CVP. То есть в этой категории сложность основная – это короткие сроки годности. Здесь уже товарными запасами при всем желании отыграешь, поэтому только качество прогноза дает хорошее влияние на то, чтобы иметь возможность развивать формат вот в таком виде. Поэтому у нас был следующий путь. То есть мы изначально тоже, как и, наверное, весь рынок делали, на системе автозаказа Саповской сидели, в районе 60% точности имели. После этого у нас был период внедрения Jodica, GDA, такие классические стандартные алгоритмы. Я считаю, что мы из них все, что можно, выжили. Это где-то в районе 68% было качество нашего прогноза. И этого оказалось мало. Вот с учетом реалий, особенно сейчас, когда волатилет спрос, когда рынок ритейлеровский пока еще не стабилизировался, выходят новые игроки, появляются вообще новые каналы, очень важно быстро и правильно прогнозировать изменения. Поэтому нам того, что было, оказалось мало с точки зрения бизнес-модели. И мы ушли как раз в разработку собственного продукта, цифрового прогнозирования на основе машинного обучения. На данный момент мы достигли качества прогноза 74%, то есть еще плюс 6% прибавили. И при этом это нам дало эффект на валовый доход 1,3%. То есть весьма себе хорошие инвестиции с хорошей окупаемостью. Вот примерно такая, наверное, была основная тема, основной лейтмотив сегодняшней конференции. Получается, по факту, это какая-то магия. Где-то есть магазин, в который вдруг приезжает фура, разгружает какой-то товар. И мы говорим, зачем? Через две недели узнаете. Смотрите, магии там точно никакой нет. Чистая математика. Любая технология, достаточно продвинутая, неотличимая от магии. Можно и так сказать. Да, хорошо. Тут самое, наверное, важное, что когда мы начинаем строить мат-модели, по максимуму взять мастер-данные, то есть то, что может влиять на прогноз. Понятно, что сам прогноз, ценообразование, ассортимент, параметры каннибализации, в принципе, все вовряд, включая, например, погоду. Вот если мы понимаем, что вчера было пасмурно, а сегодня солнечная жарка, то мы понимаем, что прогноз, например, будет скакать вверх по категории вода, по категории мороженое и так далее. Ну, то есть вот я сейчас просто привожу какие-то точечные примеры, параметров, которые мы используем, их там несколько сотен, которые используют именно для прогнозирования. Потом очень важный этап – это очистка истории. То есть, исходя из того, что происходило в прошлом, мы выделяем явления, события, которые действительно влияли на прогноз и которые искусственно завышали или занижали прогноз. Ну, например, если мы ошиблись в прогнозе, предположим, мы привезли какую-нибудь курочку, и ее слишком много, мы ставим, например, уценку дополнительную, чтобы раскачать потребительский спрос, курочка уходит. Но это не тот прогноз, который мы хотим. Мы понимаем, что здесь мы работаем себе в минус, и прогноз должен правильно учитывать паттерн. Поэтому такие вещи мы вычищаем из прогноза. Или другая история, когда у нас не было продаж, но не из-за того, что покупатель не хочет по конкретной позиции в конкретном магазине это покупать, а из-за того, что просто не привезли продукт, был аутосток, был какой-то сбой в цепях поставок и так далее, и недопрогнозировали что-то и прочее. Поэтому мы восстанавливаем историю, убираем вот эти все шумы, и, исходя из этой истории, начинаем обучать нашу модель машинного обучения, машин-ленинга. Она работает с вот этими несколькими сотнями параметров в попытке понять, какие параметры для конкретной позиции в конкретном магазине, то есть представьте себе сложность, мы говорим о тысяче магазинах, 20 тысяч позиций, то есть на уровне конкретного магазина, как ведет себя та или иная позиция, что на нее влияет. Мы знаем, кто ходит в этот магазин, мы понимаем, какие поведения влияют на потребительский спрос, точнее, не то, что мы это понимаем, понимает наш алгоритм, он находит наиболее значимые факторы, как раз мы используем модель, которая позволяет во множестве параметров, несмотря на то, что каждый конкретный параметр имеет малое влияние, суммарно получить хорошую точность прогнозирования. Строим, соответственно, эти деревья, и дальше уже после того, как мы их строим, мы начинаем валидировать результаты. Наша системка переобучается каждую неделю, процесс достаточно энергоемкий, трудоемный, запускаемый в четверг, в понедельник машинка пересчитывает полностью с учетом того, что прошло за эту неделю, какие новые водные мы получили. Плюс у нас действует такая штука, как операционное прогнозирование, операционное реагирование. Что это значит? Понедельник прошел, система сравнивает, как мы прошли понедельник относительно того, что планировали. Если мы видим большое отклонение, система мгновенно реагирует и корректирует оставшиеся. Плюс есть уже такие более интересные и сложные модели, которые позволяют какие-то нестандартные ситуации отслеживать. Ну, например, из интересного это какие-нибудь переломы спроса. То, что у нас сейчас проходило, все хотели гречку, сахар, потом, слава богу, поняли, что не будет у нас голода, не будет дефицита, все есть на полках, спрос пошел вниз, система увидела точку перелома и понимает, что не надо продолжать этот тренд, нужно скорректировать, исходя из краткосрочного прогноза. Ну, например, такая специальная модель. Или модель, которая позволяет восстановить инциденты, связанные с доступностью продукта на полке. Или модель, которая позволяет грамотно учить каннибализацию или антиканнибализацию. То есть вот эти модели позволяют получить такое качество прогноза. Как бы вы ни говорили, но все-таки это какая-то магия. И я так понимаю, что 74% это не предел. И увеличивая количество факторов, влияющих, уметь отличать шумы, опять же, от нужных данных, увеличивая мощность самой машины, которая делает вычисления, в какой-то момент мы приблизимся к оценке в максимальные 100%, которые практически недостижимы, я понимаю, но все же, я так понимаю, будет КПД все время стремиться все выше и выше, и спрос всегда будет удовлетворен чуть ли не последним товаром для последнего нуждающегося покупателя. Ну, смотрите, здесь очень важный момент, а нужно ли стремиться к 100%. Потому что можно, с одной стороны, получать интеллектуальное удовольствие, увеличивая и увеличивая точность прогноза, но здесь важно понять, в какой момент вы это капитализируете, монетизируете, а в какой момент это уже чисто интеллектуальное удовольствие, искусство некое. Поэтому вот сейчас, например, очень важной задачей, с учетом того, что у нас нарушены некие входящие цепочки поставок, просто ряд поставщиков ушел с рынка, у кого-то нарушена временная или постоянно входящая цепочка, мы понимаем, что для нас сейчас критически важно, например, адаптировать модель под ситуацию, когда часть ассортимента внутри категории нету, на что прогноз правильно перераспределить. И при том, я вам могу сказать, это не общая история, что вот везде одно правило действует, в конкретной позиции на конкретном магазине может быть совершенно разное поведение. Поэтому вот модель живая, она адаптируется под реальность, она постоянно дорабатывается, формируется гипотеза, дальше формируется предположение о том, а какие как раз параметры, признаки могут на нее повлиять, и исходя из этого формируется дальше дерево для построения прогноза, система проходит этап валидации, то есть проверки на качество своей работы, и дальше непосредственно после валидации оказывается уже рабочая или нерабочая модель. Поэтому однозначно то, что такие системы прогнозирования позволяют очень быстро реагировать и обеспечивать продукт на полке, что особенно сейчас, наверное, крайне важно, я считаю, вот это, наверное, фундаментально. А будет точность прогноза 100% или будет она там 76% или 95%, это уже вторичный вопрос. Просто браво! Просто браво! В любом случае, ваша работа делает удобным и рентабельным бизнес, и главное, делает жизнь простых покупателей лучше, они всегда будут находить нужный товар на своей любимой полке. Спасибо вам большое! Спасибо вам огромное!